следующий вопрос который мне хотелось бы обсудить даже группу вопросов в какой-то передаче с вами я слышала матушка что вы читали книги гарри поттера ваши отношения к ним и магии о которой там говорится рекомендуете ли вы их своим внукам и еще такая вот маленький под вопрос читали читаете ли вы внукам читали ли детям сказки если да то какие то здесь вопрос идет о книгах это серьезный вопрос и я бы хотела вот на эту тему до поговорить насчет гарри поттера я знаю что мнение здесь верующих православных людей неоднозначное многие очень многие на большинство запрещали и до сих пор запрещают читать эту эти книги там 8 книг у автора мы да я где-то вот фильме по-моему рассказывала или в передачи или во встрече какой-то я сказала что да мы читали гарри поттера и у нас до сих пор стоят эти книги надо даже смотрю взрослые дети перечитывают вопрос такой как вы относитесь к этим книгам и к магии который в этой в этих книгах вот к магии черный белый к любой магии к этому оккультизму мы естественно относимся плохо это страшная вещь это вещь которая вызывает долгую болезнь духовную и от которой надо долго освобождаться вылечиваться то есть вот тут мы полностью против а теперь о книгах гарри поттера 8 книг что произошло в детстве наших детей когда эти эти книги стали появляться сначала первая эта книга появилась и стали зачитываться ну буквально вся россия стал зачитываться и дети которые уже тогда перестали читать просто книжки вдруг схватили эту книгу и зачитывались ею вот толстенная книга они ее зачитывались ею мы поняли что книга серьезная очень увлекательная очень интересная все вокруг об этом говорят везде об этом наши дети слышат что-то надо с этим решать потому что у них горят глаза это так интересно все что-то говорят а она значит и запрещают мы тогда еще не запретили конкретно но мы достали эту книгу и сами прочитали ну я прочитал батюшки некогда читать такие книжки а я прочитала и я увидела огромный потенциал в этой книге кроме того что она на самом деле очень интересно очень талантливо написано в этой книге огромный потенциал для родителей чтобы поговорить с детьми на тему будут духовного мира и поговорить со своих позиций а не так это все грех это все маги это оккультизм это колдовство бог проклинает и ты не имеешь права читать я тебе не дам вообще к сожалению наши детки почитают все равно будут читать на переменках или еще как то потому что ну очень трудно держаться когда все об этом только говорят а ты чувствуешь себя белой вороной не каждый ребенок выдержит это испытание а тут я прочитав эту книгу разрешил не дала я не давала просто разрешил склада прочитайте эту книгу и дальше мы обсуждали это было интереснейшее обсуждение вы заметили что эти вот там какие-то заклинания которые автор вкладывает в уста героев главных имеют основу латыни очень интересно покопаться словарях очень познавательно что это значит на самом деле по латыни по созвучию знаменитый патронус когда надо в ужасной ситуации защититься вот или жизнь или смерть вот этот патронус это от слова патрос то есть отец отец отечества это отче это то что нам должно быть близко то есть если мы с таких позиций обсуждаем эту книгу то я думаю что она могла бы принести наоборот не вред какую-то пользу она и приносила в нашей семье приносила пользу дальше пошли эти книги уже издаваться мы покупали читали опять я первое а потом дети и там есть разочарование мы как-то долгое время пока писали следующие книги мы считали что дамблдор то есть директор этой школы где учился гарри поттер что это прообраз нашего отца небесного да как то было похоже и борьба добра со злом все вот это вот было очень похоже ну вот когда он был убит то вот у меня наступило разочарование мы очень долго спорили с детьми мы обсуждали но это прекрасные были времена когда мы с детьми могли на одних позициях обсуждать это вот а когда в последней книге гарри поттер отдал свою жизнь за за други своя и за борьбу со злом чтобы это зло погубить это вообще очень сильная книга и здесь уже у нас был был вот разговор даже не спор мы согласились с что здесь уже идет какой-то отсыл вот к жертве иисуса христа на кресте так что я нет не посчитала эту книгу вредной для наших детей и они были очень рады что прочитали они и и до сих пор даже говорю перечитывают фильмы нам нравится меньше но фильмы всегда хуже чем книги насчет внуков посоветовал бы я или нет пускай советуют дети то есть их родители я стараюсь не вмешиваться потому что в каждой семье своя ситуация все время это говорю вот у нас было так какой-то семье я бы не посоветовала зная эту семью хорошо я бы не посоветовал читать давайте детям гарри поттера какой-то я посоветовал бы читать но не посоветовал смотреть фильмы вот даже так вот то есть ну не может быть универсального какого-то совета я не рекомендую вам эту книгу вот читать давать своим детям нет я рассказываю о своем опыте эта книга есть это явление в современной детской литературе не только детской кстати это есть вы должны сами разобраться вот с этой книга в своей семье о том как вы будете к ней относиться у нас было так а вот в семьях у внуков я уже просто не ничего если спросит совета я буду советовать если нет тогда я не суюсь и не рекомендую не запрещаю они родители сами ответственны за своих детей и они сами это будут решать и то же самое со сказками до сказки мы читали но тут как раз мы очень много производили отбор сказок русские народные сказки это явление очень сложное очень опасное в некоторых проявлениях поэтому вот мы здесь отбирали очень строго нам очень нравятся сказки адойского и мы их читали наизусть знали эти сказки черная курица это любимая книга моего нашего сына в детстве была и сейчас осталось тоже черная курица городок в табакерке как-то еще одинокий дом что ли назывался замечательные сказки которые мы читали и любили эти сказки но здесь был очень строгий отбор с нашей стороны у нас дома просто сказок где можно было бы встретиться с нечистью просто не было эти персонажи сказочные баба яга лешие там русалки и прочее которые сейчас уже даже советское время представляли в фильмах и добрыми и хорошими там какими-то я думаю что это это не надо потому что это мир духов нечистых духов и там вот вы просто запутаетесь где-то она добрая вот она помогла вот видишь а он сам не справился там иван царевич или еще кто-то там аленушка вот или там леший еще что то я бы просто не стала влезать вот в этот мир не стала влезать сама и засовывать туда своих детишек бедных пускай этот мир живет нечего с ним заигрывать русские сказки у нас были все сказки где нету этой нечисти все известные сказки добрые сказки и пушкинские сказки вся вот эта классика русских сказок народных она у нас была мы жили же в сибири у нас там трудно было что-то достать я тщательно смотрела все что есть в россии и выписывала книги из москвы из петербурга ночью где я их только не видела я выписывала к ним где уже по запросу очень большая у нас детская библиотека дети кроме двух очень любили читать это было вот если есть свободное время это всегда с книжкой я находила этих детей где они там находили себе местечко они всегда читали и то же самое я бы сказала про мультики вот есть вопрос мультики для детей полутора-двух лет сколько по сколько показывать и по времени но вот я не буду что тут полутора и двух лет говорить я скажу во первых что у мультиков такой же принцип добрые без и опять этих персонажей нечисти всякой хорошо бы это было проверенные у нас много было очень советских мультиков но тоже проверенных то есть там тоже полно было накручено много чего и вот эти мультики мы просто не показывали и классика естественно в мультипликации то есть все это тоже у нас было но что я хочу сказать и про мультики и по и про книги есть уже прекрасные книги христианской детской литературы откройте для себя этот пласт это американская детская литература христианская вот до того момента когда америка стала как-то вот валится это был не так уж давно до этого была английская еще литература маленький лорд фонт лерой маленькая принцесса ребека с фирмы солнечный лучей ручей таинственный сад очень много фильмов сейчас мультфильмов есть тоже христианских ну посмотрите никакой ереси нет в том что они не православные много сейчас есть просто христианских мультфильмов полезных хороших интересных в прекрасно снятых профессионально есть и на православные хороший христианский детский писатель например недавно почившая юля вознесенская вот есть прекрасная книга полиана очень нами любимая просто я думаю что это настольная книга должна стать в каждой семье детской настольной книгой но и для взрослых тоже это очень полезно есть кстати такой же фильм полиана ну там есть несколько версий вот выберите получше которые не все они удачные у юлии васнесенской этой юлиана вот тоже прекрасно и она вот с позиции христианки с позиции православной христианки она показывает вот этот вот мир духовный мир борьбу светлых духов с вот этими с нечистыми духами в сердцах людей и в их обстоятельствах жизненных если вы решили для себя что гарри поттер вам все-таки не подходит и вредит для вашей семьи для ваших детей но вот это вот книга точно не будет вредная и важный очень вопрос вот за задан сколько по времени какие мультики смотреть вот для маленьких детишек вот смотрите я бы не стала если у вас много детей и разновозрастных да вот там как вы спрашиваете про маленьких они скоро вырастут потому что еще следующие появится я вам опять расскажу о нашем опыте как было у нас телевидение не было вообще все фильмы мультфильмы мы собирали вот в такую фильмотеку домашнюю мы знали точно что наши дети даже если вдруг согрешат и включат не вовремя когда нас дома нет какой-то фильм это не попадут в мир ужасов или чего-то вредного и у нас было так вот заведено два показа в неделю то есть двух фильмов или двух мультфильмов или там фильма мультфильм это вот уже выбиралась потом два показа это выходной чаще всего в субботу или воскресенье может быть вечер и один день на неделю там среда или четверг и все это вот максимум в рождество и в пасху мы добавляли по моему один просмотр но ради вот праздника светлую седмицу и святки у нас каникулы и как-то вот там можно было посмотреть побольше а в пост наоборот было поменьше это один раз в неделю выходной и великий пост это документальный фильм какой-то это уже не художественный фильм у нас были интереснейшие фильмы о природе были прекрасные фильмы института муди они христианские но научные такие вот у фильмы были то есть мы тоже специально выписывали вот такие вот фильмы bbc прекрасные фильмы о животных о птицах снятые там полуторачасовые фильмы очень красивые и славные фильмы у нас дети между прочим из-за этого много чего узнавали вот в пост потому что смотреть все равно хочется а в пост можно смотреть только документально пожалуйста еще у нас был просмотр один на день рождения каждого ребенка мы дарили на день рождения обязательно книгу обязательно фильм и подарок вот так было и вот этот вот фильм на день рождения подаренный когда уже все съедено во все поиграно и все подарки рассмотрены вот вечером перед сном мы смотрели обязательно тот фильм который получал в подарок именно этот ребенок в этот день и мы смотрели всей семьей всегда даже если это был мультик подаренной младшенькой и а все уже взрослые но мы сидели и дружно Потому что это был наш подарок для этого маленького именинника, что мы все вместе смотрим ее мультик или фильм сказочный. Между прочим, наш бедный сын смотрел шесть остальных раз в году на именины девочек. Он смотрел фильм про любовь, когда они уже подросли. И вот сидел вот так вот и смотрел, но с уважением все равно вынужден был смотреть эти бесконечные фильмы про любовь. Но они у нас тоже были отобраны, специально выписаны и приобретены посылками. Вот такой вот ответ обширный на важную тему – фильмы и книги в семье. Присылайте ваши новые вопросы. Для этого подписывайтесь на наш канал, читайте наш инстаграм, заходите к нам на сайт. Все имеет одно название – Триада Студия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова